Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире заявление Лидия Маркусиан-спикера правительства Западной Армении. 30 лет назад, 10 декабря, прошел референдум о независимости Арцаха. Президент Арцаха направил послание, что происходит на дорогах, ставших альтернативной автодороге Горис-Капан. Инженерные лаборатории будут созданы в 14 школах Сюникской области. Подразделения вооруженных сил Баку атаковали военные позиции Армении. На Кармир-Былури открылся урардский караван-сарай. В повестке дня на 8 декабря 2021 года есть несколько вопросов. Наблюдение за непрерывным разделом армянских территорий, которое происходит точно так же, как это произошло 100 лет назад, завоеванием армянских территорий программой геноцида. После исконных территорий Западной Армении на Хачаване разделение дошло также до Арцаха и Сюника. Правительство Западной Армении напоминает, что Арцах и Сюник являются неотъемлемой частью армянских территорий. Их оккупация началась давно. Международное право уже приняло решение для Западной Армении, западная граница которой уже определена. А восточная граница еще должна быть определена в соответствии со статьей 92 Северского договора. Заявление полностью доступно на нашем сайте. Президент Республики Арцаха Раика Рутюнян направил послание по случаю 30-летия референдума о независимости Арцаха. Дорогие соотечественники, ровно 30 лет назад, в 1991 году 10 декабря, в разгар боевых действий и обстрелов мирных населенных пунктов, наш народ организовал референдум о независимости на высоком уровне, открыв нам путь к достижению наших целей. Принятием в 2006 году Конституции Арцахской Республики мы подтвердили нашу приверженность ценностям и идеям, которые легли в основу нашей новой независимой государственности. И за этот 30-летний марш, каким бы трудным и кровопролитым он ни был, мы в какой-то мере смогли построить и укрепить нашу государственность общенациональными усилиями, продолжая процесс Арцахского движения. Таким образом, Нагорно-Карабахская автономная республика уже является частью независимой республики Армении. В 1920 году она отделилась от Западной Армении, а в 1991 году провозгласила независимость от Советского Союза. Это не было признано другими государствами для легализации Советской Республики Армения. После размещения азербайджанских пограничных пунктов на автодороге Горис-Капан и за сложной местностью у Армении остались две альтернативные дороги, которые трудно пройти. Альтернативная дорога Ход-Воротан остается труднопроходимой. Село Воротан, а также Шурнух и Бардзраван фактически отрезаны от республики. Движение грузовиков направлялось по альтернативной трассе Шурнух-Татев-Капан. В то же время началась реконструкция старой дороги Ход-Воротан. Часть дороги расширили и выровняли. Тем не менее, есть очень узкие проезды даже для автомобилей. Что касается второй альтернативной дороги, которая соединяет Бардзраван с трассой Капан-Татев-Шурнух, то она построена практически с нуля. Сейчас эта дорога выглядит лучше первой. Дорога достаточно хорошо вымощена, доступна не только для внедорожников, но и для обычных автомобилей. Единственная проблема – это пространство. Чтобы добраться до Гориса, нужно обогнуть большой радиус. Инженерные лаборатории и один учебный цех беспилотных летательных аппаратов будут созданы в 14 школах Сюникской области. Проект будет реализован неправительственной организацией «Союз предприятий передовых технологий», которая с 2011 года реализует программу инженерной лаборатории в системе образования Армении, которая направлена на укрепление базы технического образования в Армении, содействие профессиональному образованию и обучению. В настоящее время в Армении и Арцахе действуют 50-88 инженерных лабораторий. 10 декабря около 12.00 подразделения вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские военные позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы. В результате ответных действий армянской стороны противник с человеческими потерями был отброшен на исходные позиции. По сообщению Минобороны, Минобороны Республики Армения будет регулярно отчитываться о ситуации. После 50-летнего перерыва несколько месяцев назад в Кармир-Былуре недалеко от цитадели начались регулярные раскопки. Вагес Арксян, заместитель директора и историко-археологического заповедника музея Рыбуни, бывший руководитель филиала Кармир-Былур, говорит, «Весной на Красной горе после дождя мы заметили линию стен, очерченных на мокрой земле. Стало ясно, что мы имеем дело со структурой урардского периода. Это единственное подобное монументальное сооружение, открытое в Армении. Архитектурный план местности и ее близость к воротам замка побуждают специалистов иметь дело с армянскими средневековыми караванами-сараями, возраст которого составляет 2650 лет. Во время раскопок в этом районе были обнаружены фрагменты керамики и остатки животных. Новые раскопки открывают новую страницу в истории Красного холма, чтобы раскрыть историю до и после урардского периода, представить миру богатое наследие нашей страны». Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!